Меня Володя Майков пригласил выступать здесь, на этом прекрасном мероприятии и попросил спеть тоже. Обычно я разделяю свою концертную деятельность музыкальную и деятельность шамана. Для меня это как бы два разных мира. Но иногда вот в таких пространствах, интегрирующих, как Транспрессиональный институт, они удивительным образом должны соединиться. И музыка является частью моей программы. Сегодня я буду исполнять песни, и часть программы будет шаманский обряд, вторая половина моего действия. Ну, это не уливительно, потому что в древние времена существовала такая вещь, как мистерия. И в мистерии соединялось театральное действие и одновременно сакральные задачи. То есть соединение людей с миром духов, божеств, и их собственная внутренняя трансформация производилась. Вот, поэтому времени мало. Я не буду читать лекции. Вы слушали много изумительных лекций. Я буду практически действовать. Вот. Сегодня я необычным образом построила мое выступление. Кто слышал мои песни раньше, я разные песни пишу сама, музыку и пою. Сегодня я большую часть песен создала на стихи нашего профессора Кенни Лапсана. Это в Тувей у нас профессор. Человек имеет звание «Живое сокровище шаманизма». Он друг Майкла Харднера. И наш уважаемый такой человек, ему 92 года уже, вот, он собирал алгрыши тувинских шаманов, то есть гимны, духовные песнопения шаманов и создавал коллекции прекрасной классификации на разные случаи жизни. Ну, я осмелилась написать музыку к этим стихам. И сейчас я буду исполнять в основном песни на стихи Кенни Лапсана. Ну, и местами свои тоже исполню. Большинство песен прозвучит на тувинском языке, но я думаю, это лучше, чтобы погрузить в какую-то атмосферу, в какого-то таинства. Вот. Начнем все же с русской песни. Как бы фольклорной песней. Как бы фольклорной песней. Под фрицей空ами. Как бы фольклорной песней. Поиграет вести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вы, духи, играете вольно там, где северное небо И вы, духи, вольно играете там, где южное небо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это следующая фантастическая докопитка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это много красивых сестер должно быть Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Дорога шелкал» «Дорога шелкал» «Дорога шелкал» «Страшно хотел пить» Дорога шелкал Субтитры подогнал «Симон» 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 это как тайга, как хребет верблюда. На буре туман. Или о, бура ясна сегодня. Ну, это все что-то значит. Что-то значит. Вид открыт, значит, какое-то благословение. Туман, что-то они сердятся. Что-то закрылись. Вот человека, ну пойми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бурями и дождями очистят нас от заразы. Мы имеем в виду, когда ветер тоже... Природные силы же очищают тоже. Даже дуновение, вот целители там дунул, он может сдунуть духа болезни. Ну, когда природное ветер, конечно, он сдувает все. Или дождь тоже смоет, конечно. Так. Ну ладно, что еще мы споем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Масло не кончет Подсолнечное масло не кончет Подсолнечное масло не кончет Может ты за дав west закупили масло Ну, обычно масляный светильник я дома налила в специальную бутылку, лишь забыла. Ну, ничего. Так. Ну, смысл какой шаманского обряда? Шаманский обряд. Шаманы проводят обряды по просьбе людей обычно. То есть, вот попросил меня Владимир Майков, мой друг. Вот я пришла. Вот собрались, вот я провожу. Вот вы пришли. И вы просто, конечно, можете смотреть со стороны на меня, как на чудо морское, а можете лучше закрыть глаза, ну, хотя бы не сначала, но там первые две-три минуты, и погрузиться в свой внутренний мир. Свой внутренний мир. И просить духов, о чем вам, какая вам конкретно нужна помощь. Вот. То есть, ну, шаманы помогают в области здоровья, там, в области устройства каких-то своих, там, личной жизни. Ну, то есть, если человек просит, там, улучшить отношения в семье, или, там, помочь, чтобы на работе у вас все сложилось, или просто открыть духовный путь. Тоже, тоже хорошо молиться во время шаманского обряда. Вот. Ну, я буду стучать в бубен, и считается, что звук бубна помогает общаться с духами. Ну, конечно, можно с духами и без бубна общаться, и так можно просто это говорить, смотреть. Вот. Но все-таки с бубном как-то веселее шаману, легче. Поэтому он будет помогать тоже хорошо. Ага. Вот. Я буду стучать в бубен, потом я в какой-то момент могу войти в трансовое состояние, которое я буду больше видеть и больше, как бы, понимать, чем обычно. Вот. Вы тоже не должны удивляться, вы должны сидеть и спокойно там внутрь настраиваться на то, о чем вы просите. Если кому-то конкретно нужна помощь, конкретно, вы можете поднять руку или дать мне знак после какого-то момента, что вы хотели бы, чтобы я с вами поработала, или даже что-то сказать мне. Я тогда к вам подойду и своими иринями, то есть шаманским предметом, шаман, ну, я могу руками лечить людей, я могу делать массаж, могу править там руку, голову, но все-таки шаманы трогают человека не рукой, а там стрелой или там предметами. Смысл, что шаман только посредник духов и человека. Шаман, в общем, помогает человеку избавиться от болезни и открыть путь. Вот. Да. Так что, или я сама вдруг, у меня почему-то духи покажут, что кому-то надо подойти, я подойду и буду вас там лечить, как каким-то образом. Ну, или там открывать дорогу. Если вам это по каким причинам резко не хочется, ну, то есть вы там, нет, меня не трогай, тоже мне скажите. Я могу действовать достаточно насильственно, но вы люди, которые пришли на мероприятие, и поэтому, если вам что-то не нравится, вы скажете, нет, меня трогать нельзя. Например, во время обряда очень традиционно, чтобы шаман всех избил плеткой. Это обязательно, ну, не обязательно, но это любой шаман так сделает, потому что плетка – это змея шамана. Она сделана из красной таволги. Красная таволга отгоняет черта. Вот. Я могу, ну, или всех, или некоторых, попить плеткой. Это в смысле не то, что я там садист, мазохист или какой-то… Я не хочу такой, я люблю людей, но злые духи сидят на спине всегда. Духи умерших сидят на спине, духи болезнь, духи то, что мы оттесняем от своего подсознания, как это, сбрасываем в чулак, как говорил Вова Майков, Владимир, в подвал какой-то, где там монстры всякие, на платья. Все мы на спину откидываем, на спине сидят всякие вот, не жила. Потому что фейс, мы фейс предъявляем миру, это красивое лицо, ну, большинство людей. А сзади находятся такие скрытые вещи. По-моему, конечно, шаман может плеткой ударить. Вот. Если во время обряда, то, опять-таки, не обижайтесь, не затаите ко мне зла. В Тубе я бы это не объясняла, но люди некоторые, европейские люди или там… Ну, москвичи нормально, неправильно понимают. У них даже рукой трогать нельзя, западных людей. Они сразу там… Ну, как-то… Ну, другое воспитание, другая культура. Вот. Так что, давайте мы начнем. Я буду стучать бубен, просто петь, вызывать духов. Вы сидите, просто глаза закройте. Потом в какой-то момент я буду… Это зажигалку принесли, да? Спички. А? У вас в руке была зажигалка. Была, да? Я уже куда-то полетела, да? Сейчас мы найдем. А, вот есть. Да, в какой-то момент я буду всех дымить артышем. Я думаю, здесь пожар, дни на сердце. Ну, там, конечно, что-то… Если что, они засвистят, мы сразу погасим. Вода, ну, это подношение молоку. Чай с молоком. Шаман сюда чай. Чай с молоком, духом. Ну, если что, пожарник, вот молоко и зальем. Против пожарник. Ну, мы немножко… Я не буду здесь устраивать костры. Тоже… Дело же не в том, чтобы много, а чуть-чуть подымить. Можжевельник – это высокогорное растение. Это один из святых растений тувы. В туве вот есть такие растения. Кока, я думаю, волчья трава. Можжевельник – артыш. Когда его рвет человек без спроса. Может град начаться или дождь. А так, если сначала делают обряд какой-то, просит. Можно собрать там. Такое-то количество можно. Духи. Ну, как духи говорят, неизвестно. В голове появляется мысль – можно. Он забирает. Тогда хорошо. Если больше соберет, сразу что-то дерево пойдет на голову. Жадность не поощряется. Ни в какой культуре. Жадность в лотечке. В лотечке. Так, ну вот мы начинаем. Можете закрыть глаза, сидеть, думать о том, что у вас все прекрасно, хорошо. Проблема, если какие-то, если что было, там ушло. Там слабость или болезнь, или трудности. Вы не можете реализовать проект или что-нибудь там. Ну, не знаю. Отношения с человеком. Или там пьянство. Ну, вряд ли. Ну, розыки какие-то. Чем-то не так себя ведут. Чтоб это ушло. Попробуйте маску сюда. Я обычно без маски. Некоторые шаманы маски одевают. Попробуйте маску сюда. Попробуйте маску сюда. Попробуйте маску сюда. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok